Всем доброе утро, это утро первых. В гостях у нас заведующий отделением анестезиологии и реанимации Калужской областной клинической больницы Андрей Александрович Разумеев. Доброе утро. Доброе утро. Андрей Александрович, существует такое расхожее мнение, что анестезиология, ну вот как профессия, она очень, ну естественно, важна, но люди все равно очень сильно переживают и откладывают операцию из-за того, что боятся наркоз делать, особенно общий. Как развеять этот миф вообще, настолько ли опасен наркоз, как нам кажется? Миф развеять на самом деле очень просто, с учетом того, что сейчас медицина быстро развивается, препараты в медицине также не стоят на месте, особенно фармакокинетика, фармакодинамика этих препаратов, да, мы можем контролировать, начиная от момента введения в наркоз пациента, да, и, соответственно, до момента пробуждения пациента из наркоза. Поэтому все сейчас максимально безопасно, в первую очередь для пациента, во вторую, наверное, для анестезиолога. А в чем была опасность тогда, если вот раньше так происходило? Ну, от самого простого, наверное, не было таких внутривенных препаратов, которые хорошо контролировались, да, мы сейчас можем четко рассчитать дозу препарата, исходя из веса пациента, возраста пациента, да, и в зависимости от сопутствующей патологии, да. Если ранее спектр препаратов был, ну, он менее узкий был, сейчас все-таки препараты стали более безопасными, и их спектр расширился, и риски осложнений также минимизировались. Плюс наркозные аппараты, они стали более продвинутыми. А есть такие люди, которые не воспринимают анестезию? Ну, то есть вот самый большой страх, это если ты проснешься во время операции, да, то есть были ли у вас такие случаи в жизни, сталкивались ли с такими, которые вот-вот их вообще ничего не берут? Нет, это миф. Все зависит от дозы препарата. А если наркоз – это глубокий сон, то почему нам не больно во сне? А потому что мы комбинируем, мы комбинируем как ингаляционные препараты, так и анальгетики, то есть обезболивающие. Поэтому человек не почувствует боли и никак не может проснуться во время наркоза. После наркоза, то есть у нас сколько необходимо наблюдать за пациентом, чтобы понять, что с ним все в порядке? В зависимости от того, какая операция была. Это операция по экстренным показаниям, если выполняется, соответственно, пациент дальше транспортируется в отделение реанимации, там наблюдается в зависимости от того, какая сложная операция выполнялась. Если это плановая операция, то он практически сразу едет в палату. Почему считается, что детям общий наркоз вреден? Детям общий наркоз не вреден, повторюсь, в зависимости от того, как шагает медицина вперед, также препараты для деток, они максимально безопасны, на самом деле. Единственная разница вся в том, что только доза препарата отличается. А вот давайте поговорим о том, как шагает медицина вперед, насколько фарб-индустрия в анестезиологии конкретно России сейчас впереди. То есть те препараты, которые у нас есть, хватает ли их, и есть ли проблемы с поставками из-за рубежа? Препаратов хватает, проблем абсолютно никаких сейчас нет. Спектр препаратов достаточно широкий, и от этого нам комфортно работать. Я знаю о том, что ваша бригада Калужской областной клинической больницы работала в Первомайске. Сколько вы там пробыли, и что это была за задача? Да, совершенно верно. В течение месяца мы там были. Буквально вот 30 июня завершилась восьмая по счету командировка для медицинских работников, которые направляются с целью оказания помощи в город Первомайск. Несмотря на это, ну, было непривычно, было где-то тяжело, где-то прошла адаптация. Но все справились, все молодцы. Бригада медиков в составе 10 человек в прошедшем месяце в июне, соответственно, посетила данный город. Из них 7 человек – это врачи и медсестры Калужской областной клинической больницы. То есть там посетил этот город врач-невролог, врач-оториноларинголог, врач-анестезиолог-риноматолог и врач-травматолог. А также 3 медицинские сестры, которые также оказывали всю необходимую медицинскую помощь. А задача какая? Нет, я понимаю, что, конечно же, помочь. Но имеется в виду, может, вы даетесь на какие-то мастер-классы. Напротив, это идет какое-то дежурство. Каждый, ну, поскольку Первомайск – подшерстный город Калужской области, именно поэтому туда выезжают ребята. То есть вот какие цели будут? Нет, никаких мастер-классов там не проводилось, с учетом того, что там выраженный дефицит кадров. Соответственно, часть врачей были в поликлинике, часть врачей работали в приемном отделении, в операционной, а часть в реанимации, в том числе и медицинские сестры. Потому что у них действительно большие проблемы с закрытием банального графика даже. То есть сейчас анестезиологов в Первомайске не хватает? Не хватает, да. Насколько наши вот такие бригады, они решают эту задачу, да, то есть, ну, скажем так, покрывают этот голод? И кто еще из других регионов, может быть, вы сталкивались со специалистами? Колоссально решаю, действительно, потому что врачей, особенно анестезиологов и анестезиологов, там осталось не так много. Их всего двое. Ну что ж, спасибо вам огромное. Мы желаем успехов в вашей нелегкой профессии, такой важной и нужной. У нас в гостях заведующий отделением анестезиологии реанимации Калужской областной клинической больницы Андрей Александрович Разумеет. Мы продолжаем это утро первых.